Сегодня вы увидите фильм «Старая трава», который снят на студии «Новосибирский Телефиль» почти 30 лет назад. Этот фильм снят во времена, когда рушилась страна, только что началась перестройка, свершений в стране не произошло, кроме того, что все разваливалось и разрушалось. И, как обычно, у нас в первую очередь разрушается это сельское хозяйство. Крестьянская жизнь – это такая тонкая нервюра, которую очень легко порушить. В советские времена нам доводилось снимать очень много фильмов о сельском хозяйстве. И они были такие трибунные. Это фильмы о героях соцтруда, знатных хлеборобах, знатных доярках и так далее. И, в общем, мы те фильмы как-то так научились делать в свое время и даже там что-то пытались, какие-то проблемы прятать под парадные фильмы. И вот этот фильм как бы подвел черту под той эпохой сельского хозяйства. И начал обнажать, вернее, ставить вопросы о том, а как жить дальше крестьянину, что делать, как вести хозяйство, какие формы будут, какие взаимоотношения. В общем, вот эти все сложные вопросы, которые сегодня-то еще не решены, но сегодня это уже другая эпоха. А тогда это была вообще такая страшная ситуация. Люди не знали, что делать, как им жить, как хозяйствовать. И вот этот фильм как раз вот об этом. И строится он там на таком диалоге двух братьев, вообще по сути трех, там еще один двоевый родной. Когда один ученый, аграрник приезжает в село, в свое родное, а где живут его братья, которые хозяйствуют и сегодня на земле. И вот у них вот этот разговор, они хотят от ученого человека услышать готовые ответы, потому что крестьянину хочется уже определиться и хочется сказать. Вот, все, мы поняли как надо, все, сейчас берем в руки и начали работать. И он тоже думает, что он знает на это ответы. Но когда они начинают в диалоге разговаривать друг с другом, они все понимают, что это очень сложно, что это вообще пока никто не знает, ни этот ученый, ни эти крестьяне не знают. И вот на этом строится вся картина. Она очень драматически выстроена, ну, удивительным образом. Там вот это все сделано, ну, я, пожалуй, не потому, что я на этой картине работал, но я, зная и видя многие фильмы игровые на подобную тему, я могу сказать, что только такого накала можно было достигнуть вот в игровом кино, когда там актеры играли какие-то роли этих крестьян и руководителей сельских. И вот этот накал у нас в документальной картине получился просто потрясающий. Я, по сей день, когда я смотрю эту картину, я вообще удивляюсь, как это все получилось. Был такой на нашей студии, будут его фильмы показаны еще тоже, известный режиссер Юрий Николаевич Малашин «Стране небесное». Когда мы сдавали эту картину, ну, худсовету здесь на студии, и все посмотрели, и, ну, обсуждение было, и спросили, ну, кто что скажет. Вот Малашин встал и сказал, вы знаете, по-моему, лет на 5-7 Валерий Викторович Соломин закрыл тему сельского хозяйства. Никому не надо больше прикасаться к ней, потому что лучше никто не снимет. Вот это была такая скупая фраза Малашина, но она оценочная, но она очень точно определила действительно, потому что я и потом, спустя многие годы, бывая на фестивалях различных и в жюри, и так, как в качестве номинанта, я не видел ничего подобного. Вот именно такой остроты, такой чистой, точной правды, где ничего авторы не привнесли. Мы только вот сделали срез вот этой жизни, этого нерва, который в людях кипел в то время, потому что и оптимизм, и вот это, романтизм, я бы назвал даже, потому что все хотели работать лучше, хотели как-то поднять сельскохозяйство на новый какой-то уровень, и вот это в картине очень мощно звучит. Основные съемки сняты в избе одного из героев, вот этого Николая Шунькова, к которому приехал брат. Это деревенская изба, комната большая, ну, наверное, метров 18, в ней стол, абажур, люди сидят за столом. И тогда съемочная техника была не такая, как сегодня. Сегодня легкие портативные камеры видео с прекрасной чувствительностью, а тогда это громоздкая камера «Дружба». Это вот, наверное, в кино люди видели, такие огромные камеры с большими кассетами. Вот. Она весит там в сборе 75 килограмм, эта камера, на тяжелом штативе. И вот это все надо было переставлять с места на место. И когда смотришь картину, как это все склеено, как это звучит, кадр с одной точки, кадр с другой точки, я сам себе уже не могу поверить, что это делал я со своими коллегами, естественно, и что мы это смогли сделать, что мы справились. Потому что это вот тоже была эпоха, когда у них был такой подъем. И у нас, у кинематографистов, тоже был подъем. Нам хотелось сделать кино тоже по-новому, тоже так вот раскрепощенно, документально, чтобы не было никакой постановки, постановочности не было. Вот «Старая трава» — это старая эпоха, которая уходит сегодня, а они в ожидании новой эпохи. И вот там в финале вы увидите, сидит наш герой, размышляет уже так сам про себя внутри, очевидно, какой-то монолог. И на лице у него такое, я бы сказал, вопросительное смятение. То есть он хочет, верит, и не знает как, и не знает будет ли. Когда мы показывали соломенную картину в Екатеринбурге, то просто народ подходил, какие-то люди, связанные с аграрной деятельностью, подходили и говорили, как, что, как вы смогли это сделать, как вы могли вот так получить от людей непосредственный такой эмоциональный разговор. Вообще в этой картине довольно забавное такое сочетание фамилий. Картина называется «Старая трава», режиссер Соломин, оператор Травкин, звукорежиссер Мурашкин и звукооператор Пшеницын. То есть такие все какие-то фамилии. Так что вот желаю всем счастливого просмотра. Редактор субтитров А.Семкин